У нас немного иной. Если вы видите, здесь полностью кошачья мордашка поместилась, поэтому можете догадаться, что мы в два раза складывать уже не будем. Здесь мы берем ту сторону блатка, которая у нас более узкая, и завязываем. Линия воротника у нас получается более свободная. Свободненько-свободненько. Естественно, рисунок уже виден в большей степени вариации. И возникает вопрос. Вот здесь может оказаться, что вы посмотрите вниз на платок, а он такой свободный, он такой большой. Для того, чтобы такого не было, вы немножко скручиваете в жгуты и можете сделать вариант напуска. То есть у вас скрученный в жгут контур будет держать платок, и в то же время у вас сверху будет более объемная часть ткани. Попробуйте сзади его фиксировать. За счет скручивания кончиков в жгутик вы получите более закрытый вариант. То есть у вас подтянется немножко вот эта свободная боковая часть, нижняя часть. То есть у вас не будет здесь просвечивать часть тела, которую вы, допустим, хотели бы часть спрятать. Получилось? Пробуйте. От размера платка тоже, конечно, многое зависит. Ну, в целом, вот платок, который в первом варианте, да, на спине завязываем. Все правильно. Получается, фиксация и там, и в том, и в том случае получается на спине, но варианты совершенно иные. Во-первых, там два раза мы складываем, и длина самой блузки получается более короткая, более плотно сидящая и без обилия трапировок. Этот вариант более затрапированный. И последний вариант, который даст вам... Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...